Две те самые ракетные установки «Гарпун», переданные Украине, уничтожены под Одессой. А в центре Амстердама друзьям Путина бесплатно наливают пиво. Два американских сенатора предлагают все-таки Украине передать дальнобойные ракеты комплексам «Хаймарс». Один из бывших важных офицеров НАТО предлагает Украине атаковать Крымский мост. В Лисичанске показали большое количество захваченной техники ВСУ, в том числе западного образца. А министр обороны Украины Резников заявил, что миллион практически участвует в противостоянии против России. И экономические новости. Канада снимет санкции с тех самых турбин по просьбе Германии. А тем временем Украине могут не дать полтора миллиарда евро, потому что опасаются, что Украина не сможет их отдать. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только. 8 июля, 18.00. И начну я с новости о том, что уничтожены две установки ракет «Гарпун», которые были переданы Украине. И, вероятно, некоторые взрывы, которые слышали одесситы, как раз относятся к этому событию. Но два американских сенатора предлагают усилить Украину все-таки дальнобойными ракетами комплексом «Хаймарс», за которыми, конечно же, идет активная охота. И перед этим были уничтожены тоже два таких комплекса. А еще один экс-командующий НАТО в Европе призвал Украину разрушить российский мост в Крым именно как раз теми самыми ракетами «Гарпун», если удастся близко подойти. Но напомню, что Путин в своем обращении сказал, что на Украине еще серьезно и не начинали. Поэтому вот эти все высказывания разных товарищей только провоцируют эскалацию. И, кстати, да, в центре Амстердама друзьям Путина наливают бесплатно пиво. Во всяком случае протестующим фермерам, которых так, именно как друзьями Путина, назвал тот самый Боррель из Европейского Союза. И, как видите, круг друзей Путина постоянно растет. Потому что протестные акции фермеров распространяются по Европе все сильнее и сильнее. И бесплатного пива не знаю, хватит ли на всех. А тем временем в Лесичанске показали большое количество захваченной техники. Кстати, обязательно подписываемся на мой телеграм-канал. Там я размещаю соответствующие видео и другие материалы, которые здесь не получается в полном объеме разместить. И количество трофейной захваченной техники постоянно растет. В том числе и растут продажи, где бойцы ВСУ, различные прапорщики, продают различное, опять же, вооружение, обмундирование. В интернете об этом, конечно же, вроде бы и как украинские расследователи сообщали, и западные. Но продажи продолжаются. Интересные математические цифры привел министр обороны Резников. В частности, он назвал, что мобилизованных до 700 тысяч человек, 60 тысяч пограничников, около 90 тысяч нацгвардейцев, до 100 тысяч полицейских. В общем, это миллион человек. Какие-то странные, согласитесь, цифры, учитывая то, что Зеленский говорил, что на некоторых направлениях десятикратное превосходство российской армии. То есть, как-то вообще не вяжутся никакие сравнения. Но, с другой стороны, все очень даже вяжется, потому что можно просить денег, и вооружений гораздо большее. А, как известно, у команды Зеленского все ради денег. И здесь, конечно же, очень все можно так проворачивать, чтобы никто, как говорится, ничего не обнаружил. Все спишут, спишут боевые действия. Ну, а тем временем, уже Евросоюз усомнился, платежеспособности в Украине и полтора миллиарда евро могут не дать, потому что опасаются, что может наступить дефолт, и Украине им нечем будет платить. Прямо какая-то невероятная ситуация, потому что на фоне тех цифр, которые постоянно слышатся, там, 9 миллиардов передадут, 7 миллиардов, и тут вдруг решили сжать. Видимо, о чем-то догадываются. Интересно, кстати, что Канада снимает санкции с турбины, которая предназначена для промышленной мощи, фактически, Германии, чтобы газ начал опять поставляться в больших объемах с Российской Федерацией. Как говорится, когда хочется, тогда можно. И пренеприятнейшая новость для британского министерства обороны. В России вступила в строй та самая подводная лодка, которая несет те самые посейдоны. На этом пока все. Подписываемся на телеграм-канал. Дальше будет.